ребят давайте я только вот сейчас обед и разогрела вот майонез майонезик а хлеб а хлеб не надо молоко кофе я без песка туда молоко налью это забыла у меня зефир лежит уай это лорик сам детки кинули на зефир но соль моя любимая правая левая елка денежные трусы зимородок начался дурдом отдыхает но я первый сезон смотрел сейчас 2 сейчас сейчас мне сегодня с утра я с этого месяца я плачу за долги же надо отдавать у меня вода отопление и помойку за помойку заплатила отопление но сколько есть только и плачу они это и на водоканале сказали тоже там хороший такая ирина николаевна такая женщина хорошая и это сколько есть только буду платить правильно я пенсионерка не работаю пенсию гляньте 3 15 так меня смотрят жирные толстые ребят жарко обратно жарко вообще караул мясо я сожрала ну ладно все хорошие свежие чё там еще кабачки что ли не хочу ничего девки не хочу одну воду пью сказали пей воды люди он рассказывают и давление поднимается и это ой ребят спасибо по я хочу поблагодарить всех своих подписчиков меня поздравляют я помнила что 24 день ангена ангела ольги ну забыла девки не все поздравляют не так приятно спасибо 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 я клик дала наташа вы знаете я клик дала собакой вы это ее собака лариса 4 года ей приоперировали санкт-петербург же домой поехали она в группу выкидывала да но я еще пока пост не буду убирать но там на уколы что-то может там на мази я не понимаю какая-то грыжа я не понимаю спасибо девочки мы все под богом ходим муж у вас какой-то что-то беда случится я тоже обратите с меня я клик дам да она мне тоже сказала спасибо ей кидают все все кинули ну кто может только и рубль тоже деньги правильно спасибо миссии под богом ходим ребят кому-то будет беда и вы обратитесь ко мне девки башка не много чего я хочу сказать девки сейчас полезла я а про танку эту пробовую гиршу увесить убавали даже в тик токи которая погибла блогерша земля ей пухом от моего канала тоже ребенок 13 лет на 5 весь весь youtube при нее но она знаменитая где пишу я хочу не соленую что ли а хочу что рассказать одну историю девки я в джину полезла и увидела блядь девки мне даже чуть и я вспомнила там ребенок за родился зайчей губой там показывают операцию и волчьи пасти то я вспомнила моему руслану 35 лет вы сами знаете я сама калужская с малейников мои родители на турбинке закончила первую школу 36 училище торгово кулинарная спирана малинниках потом замуж мы жили на билибин замуж уже выдавали бы я вам рассказывала моя мать с полотняного ну со старок а отец с детчина но отец вы сами знаете бабка моя кто была они бежали свое время страта то все поменяли но это ладно они поехали на бам отец матерью еще не знали друг друга в это нижний тагил там строились познакомились меня сделали ну и короче привезли меня на старке ну и короче и калуги там они квартиры все получали и короче у меня а подруга есть но наши мы все гуляли маленькие там мы когда переехали на билибина а ее сестра жила на глаголе вы знаете кто калуга через на московской площади и его у моей подруги родители умерли не знаю от чего там она сейчас работает всю жизнь на мясокабинат на малейников вот ее подруга в девятом доме девятом доме я не знаю как фамилию и тоже там всю жизнь но не знаю работает она и короче ее она не замужем и короче ее воспитывала сестра редко редко она была девочка от мужа родила не знаю где мужчина такая любитель работал на турбинке где мои родители а где мои родители в горячем цехе там маска все но вы знаете что это турбинный завод раньше был закрытый завод и она работала там всю жизнь ну а на таньку подругу моей тоже обижал и там пьянки потом танка ну мы на танцы ходила она познакомилась женькой с этого как его работа в магазине черемушек вот и вышла замуж они там квартиры мы гуляли на свадьбе у нее она ушла от этой сестры и короче эта сестра находит мужиков мужика а так она и все работала на этом турбинном заводе но сейчас ее нету земля и пухом девочка росла все но она и девочку обижала ну так на пятом этаже они жили и дом я помню какой вот и короче она я не знаю она старше намного нас и она с этим мужиком то ли расписалась то ли это так жили она беременеет я как сама калужская хоть муж был пятовской прописка то я же с родителями и я рожала в калуге это роддома там как раз ремонт был как ее называется роддом самый старый ты нас и я как раз рожать приехали мне привезли родители там ремонт а я-то еще не знала что это потом нет подруга рассказала что и я в палатку захожу а раньше в палатке в палатке ну было много людей по 15 человек лежали и я когда родила руслана я вот на одной стороне и я не знаю подняла в голову шули листала и увидела ритка ритка со мной рожала только я 17 октября она пускай 10 дней может пять дней на так вот тоже в октябре она плачет я никак не врублюсь плачет все мы ну увидела меня на я урить что она девки отойдет не там те кто же лежали сюда меня лежали родили не подходи к ней она там орет плачет я-то не пойму о чем то я суть рассказываю сейчас увидела в день его и вот вспомнила я и это смотрю врачи каждые пять минут кассилиум собираются оказывается она мальчика родила а у него она же в горячем цехе работала в этом ради я не помню как называть она родила и это а мне кесаре сделали она родила зайчик губой волчью пасть вам я шо молодая на старше намного а я молодая такая вот тоже посмотрю к не ходят все я помню мне бабка приезжала с теткой они молока трехлитровым банками у бабки корова привозили а какой молока ты вот я ей ритна она не разговаривала вот ей заставляли оставить ребенка на орала там нет нет и короче короче выписалась я не помню кто ее выписывал а ее выписали может танька приезжала выписали мой долго лежала там и уговаривали а нам-то молодые нам эти там еще не молодые это молодая вообще интересно и короче она выписалась и я потом на домой приезжала я увидела танку мы сидели танк танк на московской площади сквере и она мне рассказывала мальчику пять лет начали операцию делали ну это чтобы брать и это такой мальчик будет красивый племянник ее вот а потом обратно я приехал сколько-то лет приехала в калугу созвонились встретились она рассказывает ты знаешь редко умерла девка не знаю что там она не помню рассказывала малой много операции сделали усы у него это я боже упаси вот я говорю хоть нормальные дети она мне рассказывала про него ему много операции сделали но она видно видно так усы усы вот ведь жалко а сейчас вот еще не видела как поеду обратно к матери позвоню сколько лет прошло как у них жизнь у девочки у мальчика малому как моему 35 ой как она орала девки умерла на от этого вот сказала ну давно уже а как дети не знаю мой как она орала в тюрьме бьют его папашу зимородок идет ну и все я не звонил вот ездил но некогда девки уже мы старые сами интересно конечно про всех какая жесть одноклассники то хотели собрать собраться я то не поехала потому что ребят я такой человек они я знаю кем они все работают они любят особенно мужики нас школьники любят хвалиться я если выпью то я в лицо скажу я и в школе была такая и может еще и подерусь да ну а я не люблю когда хвалится ребят я не люблю когда хвалится ну да еще ничего и там подруг то много мне что некогда девки с роном то я устаю вот не поверите приедешь к матери лягу и лежу там пойдешь погуляешь вокруг ну не могу уже усталость и домой быстрее тянет ну да а так то интересно у танки то дети где-то одна в москве другая в обминске вроде а это танка у нее родители это лари как ее звать то это ритка вот у нее свадьба должна и таньки танька мои родители сватали ее ну а кто будет сватывать перед свадьбой да женькина родители пришли не буду фамилии называть его там там сестра его живет в этой же квартире родительской вот перед свадьбой это мои родители сватались у нас дома собирали стол ну а что делать то сестра родителей не было нет отец был он с другой жил с бабой или не было уже сестра непутевая вот мои родители царство небесный отец и мачеха моя сватала их стол накрывали они а вы сами знаете при союзе какой ой свинья ты Ольга Валерьевна а то какое время было да мачеха моя и мой отец мой отец женился же мать то повесилась умерла у меня мачеха хорошая она нас образование всем свадьбы сыграла мне шикарную свадьбу три дня гуляли образование и мы до сих пор она мне помогает у нее ленка своя она не ревнует ну не от отца у нее детей общих нету она мне помогает всегда я говорю не надо но я тоже помогну езжу к ней продуктов много там платье то то подарю выпишу ей и вот мне интересно как их не жизнь сложилась мой девки жара какая это невозможно ребят невозможно забыла подразить эфир мои подписчики мне а я даже не знала что лариска ко мне ходит в гость туда на эфир сегодня выйду в эфир ребят 8 часов надо песни ставить и отрабатывать мне ну они донаты накидали три татушки три тата девки жарко невозможно а зефир вкусный у лёхи брала ребят не знаю почему шоколадный он не тут ребят не как при союзе был да а это хорошо с кофейком с молоком знаю милый знаю мои подписчики ютюба спасибо спасибо что наташке помогли ну я клик дала вы знаете пускай еще повисит я не знаю девки видите как у меня нету ни собак ни кошки я не понимаю а люди она знаете как плакала я ее сорок первого года знаю с тиктока ой как дала бы ему зимородок спасибо что вы ей помогаете имя какой то собаки Лариса Ой, девки, нажралась, как свинья Зефир вкусный Я вся мокрая, ребят А вот это я вам говорю Вот это поставить мне Вентилятор, вот, Лёсик купил мне Он себе и мне, я вам уже говорила Я поставила У меня шея Я думала, пипец, отвалится Знаете, как надуло Но я, всё равно, девки, он холодный Я сторону сегодня тоже С утра включила И всё Три татушки Ладно, всё, давайте, зайки, вечером Приходите на стрим Спасибо Ой, текёт всё Ну, жарко